Но когда дело касается коммуникации, рекламы, мы видим, что она или европейзированная по стандартам, где там сидит счастливая семья, улыбается по столу, или же есть такой термин, там, чапана реклама, говорят. Типа, когда там для регионов хорошо работает, кто-то вышел какой-нибудь, а кто-то там проорал, и как мем это разошлось, и вот это типа в регионах лучше работает. Всем доброе утро. Очень рады всех вас видеть здесь. У нас сегодня гость, очень интересный человек, огромный опыт в индустрии маркетинга. Долго тянуть не буду. Шахрух Низамуддинов. Спасибо. Под ваши аплодисменты. Добрый день. Я очень рад всех видеть. Мы вас тоже очень рады видеть. Хотелось бы сразу начать с вопроса. Кто вы? Расскажите, пожалуйста, о себе. Пару слов, может быть. Ну, я маркетолог, на самом деле. Всю жизнь занимался маркетингом, рекламой, коммуникацией. И хотя в институте я учился на экономиста, день не работал в другой сфере, нежели маркетинг. Потому что это меня тянуло всегда, привлекало. И я жил этим. И так уж получилось. Мне повезло, потому что в то время очень мало было компаний, где можно реально научиться маркетингу. И только в международных компаниях была возможность получить этот опыт. И я долго скитался по локальным компаниям. Года четыре так. И потом меня пригласили в компанию «Калсберг». Скорее я работал в агентстве. «Маккен» называется. И мы вели «Калсберг». И в какой-то момент меня пригласили просто на сторону клиента. Сказали, хочешь попробовать себя бренд-менеджером? Потому что я уже был… А, уже внутри, в штате, получается. Да, да, да. Потому что я в агентстве, когда я работал, мы запускали тогда марк «Сарбаз» с нуля. Можно сказать, вот я стою из стоков этого бренда. И меня потом пригласили бренд-менеджером этой марки. И вот так у меня началась карьера международной компании, в которой я проработал 10 лет. 10? Да. Я, кроме Узбекистана, я еще проработал в Азербайджане. В 2011 году меня назначили туда маркетинг-директором. И я отвечал… Что за индустрию? Калсберг, пивная индустрия. Да, да. До сих пор эта компания есть в Узбекистане, в принципе. Да, да, да. И я отвечал в какой-то момент за два рынка – это Азербайджан и Грузия. И потом поступило приложение с Россией, я перебрался в Россию. И там тоже поработал, в другой компании, тоже алкогольная. И вот так карьера строилась в маркетинге, но всегда меня привлекал аспект коммуникации, и поэтому я мечтал открыть агентство, и мы с партнером, я на сегодняшний день работаю креативно-директорно-управляющим менеджером международного агентства LCB, и с 2019 года развиваем это агентство здесь. Насколько я знаю, вы в 2017 году вернулись обратно в Ташкент, и какие эмоции, чем вы первым делом занялись здесь? Так, в 2017, когда я вернулся, во-первых, я уже сразу понял, что это будет период перемен, почему у нас в маркетинге реклама, по сути, не развивались в нашей стране, потому что долгое время нашей экономики был застой, и с 98 года, на самом деле, по 2017 год, это период, когда каждым годом в индустрии становилось все хуже и хуже, и поэтому я вообще не думал возвращаться. Но в какой-то момент все-таки вернулись. Вернулись, потому что режим поменялся, новый президент, новые направления, и я понял, что страна открывается, и, во-первых, то, что конвертацию открыли, границы открыли, и уже было понятно, что и вам очень круто повезло, молодежи, потому что на сегодняшний день Узбекистан такая страна, все хотят сюда, все инвесторы хотят сюда, потому что нет такой страны сейчас, которая так сильно и динамично развивается. И я понял, что я должен возвращаться, потому что здесь будет интересно как минимум. Есть точка роста, получается. Да-да-да, конечно. И потом все равно это родина, здесь семья, родители, да, потом друзья. И все такое как бы все равно тянет. Узбеки все равно так воспитываем, что хочешь не хочешь все равно тянет. Наши плов, все дела. Да-да, все дела. И время показывает, что на самом деле я был прав. Нельзя? Да. Не жалеете абсолютно? Не-не, абсолютно не жалею, потому что действительно очень многое сделали с 2017 года по сегодняшний день и продолжаем расти. Вы знаете, в интервью для водительства сказали, что пытаетесь найти тон узбекской коммуникации. Я и не говорил, да? Да. Хорошо. Помню, читала. И что это означает? У нас вообще очень интересный язык там по себе. И у нас есть наследие наше. И сегодня как раз я хотел рассказать о том, что это история, потому что история – это один из самых древних видов коммуникаций. Издревле люди, когда сидели вокруг Кастани, рассказывали друг другу истории. И получается, что на сегодняшний день storytelling – это один из самых таких крутых инструментов приемов в маркетинге. И в нашем же народе, в нашей же традиции культуры есть тоже это направление, естественно. Но когда дело касается коммуникации, рекламы, мы видим, что она или европеизированная по стандартам, где там сидит счастливая семья, улыбается по столам. Или же есть такой термин, там, чапана реклама, говорят. Типа, когда там для регионов хорошо работает. Кто-то вышел, какой-нибудь актер, что-то там проорал. И как мем это разошлось. И вот это типа в регионах лучше работает. Ну, это люди, которые в сфере, они знают, как бы есть какая-то некая реклама, которая больше работает в регионах. Точечная где-то. Да, вообще, потому что Ташкент очень сильно отличается от регионов. И моя задача, большая задача, это найти некий вот этот баланс между рекламой, которая вообще как стандартно европеизированной считается, которая уже все надоела на самом деле, и коммуникация, которая реально зайдет для наших потребителей. Вы еще так сказали, что реклама, вот как раз таки я помню, она делится на два вида. Она либо европеизированная, либо примитивная. Что вы имели в виду? Ну, вот, не примитивная, а то, что я имел в виду, вот... Банальная, да, скорее? Нет, не банальная. Чапана, я не знаю, как это перевести на русский язык. Это... Чапана на каратаджима суворедурс в юблислам. Это значит, это народный фольклор. Да, типа такого. Или пачкина немножко, можно сказать. Из древних времен. Нет, нет, нет. Это вот сейчас современный фольклор. Культурная особенность. Сейчас вот, допустим, в социальных сетях пошел новый язык даже узверский. Что это делает там? Типа япруатте. Насколько это такое круто, что мы думаем, типа япруатте. Это тоже такой народный фольклор пошел, но официальной рекламе ты не сможешь это никогда использовать. По поводу коммуникации. Вот вы, получается, прожили в разных странах. У вас есть опыт общения с людьми, с иностранцами. И вы работали, вы учились там, я насколько знаю. Насколько сильно? Есть ли какие-то определенные 2-3 отличия, которые вы можете привести? У нас в Азербайджане и в Азербайджане. Так, смотрите. Ну, наверное, все знают эти отлично. Во-первых, то, что мы более теплые, если пройти Европу, да? Мы более теплый народ и более эмоциональный, нежели европейцы. Если мы сейчас с европейцами сравним все. С точки зрения... Я не хочу сказать, что мы не трудолюбивые, но вот когда я вот... У нас штаб-квартира в Копенгагене была, до сих пор есть. Это FCB, правильно? Нет, это Калсберг. FCB мы работаем с турецким хабом. Там турки плюс-минус, узбеки очень похожи. Потому что мы один тюркский народ, в любом случае. Но если брать конкретно Европу, то они очень эффективно используют свое рабочее время. Допустим, в Дании там работа начинается с 8 до 4. До 4? Да, до 4. И ты думаешь, что они успевают за это время. Люди не опаздывают по утрам? Никто не опаздывает вообще. Вообще не опаздывает никто. И очень мало болтологий на работу. Там похудеть, там побеседовать, рассказать, что произошло. Ну, это культурная, наверное, особенность. Но это говорит о том, что они за этот период, они очень самодисциплинированы. С тайм-менеджментом все хорошо. Да, они сами знают, что им нужно себя контролить. Им не надо говорить там, ты на обеде уже полтора часа. Они сами понимают, что полчаса надо... Короче, они хорошо управляют своим временем, можно сказать. Все не связано. Ну, почему у нас по-другому? Ну, а там тоже по-другому. Ну, это, наверное, опять же, советское наследие какое-то у нас. И плюс, опять же, мы более южный народ. Вообще, всегда так. Где теплее, там более люди расслаблены. И время вообще здесь тоже по-другому течет. То есть... Быстрее или медленнее? Медленнее, конечно. Конечно, да. У нас вообще... Это на релаксе, на чиле. Поэтому, когда мне говорят, ой, я такой занятой, у меня времени нет, у меня хочется шпап-шапалак дать, блядь. Нифига, ты не занят вообще. Ты просто не управляешь своим временем. Когда меня тоже сотрудники говорят, я такая загруженная или я такая загруженная, я просто сажаю ее или его рядом и рассказываю, что ты делаешь. Приспущи мне полосы. Да, мы понимаем, что на самом деле времени-то очень много. Просто человек, кажется, он не может управлять своим временем, и он в суете постоянно находится. А на самом деле, вот я и в Москве пожил, и, допустим, я в Нью-Йорке был в командировках, да, и там видно, что вообще другой ритм жизни. Там все, блин, очень быстро. О, пашет, и все быстро там происходит. Вот вы говорили, что вы очень эмоциональный человек, вы только что, буквально пару минут назад упомянули это, и в интервью. Нет, наш народ более эмоциональный, нежели в этой... А вы к нашему народу не относитесь? Конечно, отношусь. Но все равно есть люди разного склада, но, знаете, четыре там... Да, холерики, сангвиники. Холерики, да, сангвиники, да, и все. Мне нравится, думаю, что я сангвиник. Это получается... Это типа вот... Что-то между... Между холериками и этим, да. Хорошо. Как справляетесь с эмоциями? Справляетесь ли? Вы наверняка, знаете, перебрались оттуда, откуда у людей все хорошо с тайм-менеджментом, а здесь вы на руководящей позиции, и люди... Нет, но я не работал в этих странах, где хорошо с тайм-менеджментом. Я работал в Грузии, Азербайджане и в России, так что это нормально все. Это наше. Это наше. Хорошо. Для тех, кто не в курсе, вы не могли бы поподробнее рассказать об FCB? Да, конечно. Три буквы, что это? Так, Foodcom Building, это фамилия. Вообще у всех международных рекламных агентств самые ужасные названия, так говорю, потому что это аббревиатуры. Да. CDB, BBDO, FCB, 4-3 буквы, соединенные вот. И ничего не понятно, что внутри скрыто. Да, на самом деле это потому, что наше агентство было основано в 1873 году. То есть оно, когда спрашивают, FCB это что, Барселона? На самом деле агентство было создано раньше футбольного клуба Барселоны. Поэтому на самом деле сейчас в мире даже суд идет за домен. 1873. 1873. Ну просто подумать. В Америке, Чикаго, 1873 год, есть уже рекламное агентство. А что именно у истоков было? Коммуникации? Был такой человек, хорошая история, кстати, я про него всегда рассказываю, Альберт Ласкер. Альберт Ласкер – это человек, который основал агентство Lord & Smith. И основав это агентство, он, кстати, это одно из трех первых агентств вообще в мире. Вау. Да, в истории. И хороший пример есть, когда ему в 1900 каком-то к нему подошли фермеры Южной Калифорнии, и они сказали, мы хотим продавать больше апельсины. Мы посчитали, что на человека полапельсина, оказывается, приходится сделать так, сделать рекламу, коммуникацию. Рекламу. То есть это было возможно… В то время, да, в газетах реклама делалась. Круто. И он сказал, он пришел с такой компанией, естественно, что нужно сделать компанию не eat orange, а drink orange. И он изобрел, по сути, апельсиновый сок. Сок. Да. Вау. Сделали соковыжималки вот эти ручные и начали, потому что они посчитали, что в одном стакане два апельсина клоит. И с этого момента закрутилось. То есть на самом деле маркетинг и коммуникация, они всегда должны быть нацелены на изменить поведение человека. И если это происходит, то эффект просто будет грандиозный. То есть это больше психологическое воздействие? Естественно. Маркетинг всегда изучает поведение человека и психологию, и экономические составляющие. Вот на пересечении экономики и психологии находится маркетинг. И это не точная наука, сразу говорю. Поэтому… То есть все на ощупь получается? Не, не на ощупь, конечно, есть очень много теорий, гипотез и наработок. Но теории не всегда работают. Да, да, наработок разных. Поэтому, опять же, сложно рассчитать эффективность каких-то компаний заранее. Потому что это не физика, это не математика. Ты не можешь сказать, что если по этой формуле у меня точно вот так получится. Почему? Потому что мы работаем в реальности, которая постоянно меняется. Рынки постоянно меняются, они не находятся на месте. Конкуренты что-то делают, макроэкономические показатели могут измениться. Также погода может влиять. Что по поводу конкуренции здесь у нас, в Узбекистане, в сфере, в индустрии маркетинга? Кстати, сейчас открывается… Большое количество агентств. Да, много становится агентств, развивается тихо-тихо. Но все равно мало еще. А как найти что-то действительно прям классное, стоящее, что поможет бизнесу развиться? Ну, каждый бизнес, наверное, должен находить тех партнеров, которые им действительно дадут вот этот дополнительный точек роста. Поэтому каждому бизнесу надо самому решать, какие у него задачи, кто может быть… Смотрите, вопрос такой. Например, у нас как в интернешнл работает. У нас есть свой штатный, своя штатная команда маркетинга. То есть все ребята, они здесь уже задействованы, они понимают эту философию ведения бизнеса в сфере образования. А у вас, получается, это внештатная, вас как команду нанимают? Можно сказать, с вами… Пример могу привести. Вы как интернешнл понимаете, что на следующий год у вас есть маркетинговая задача какая-то. У любой компании должна быть бизнес-задача. Стратегия. И потом эта бизнес-задача или цель, она транслируется в маркетинг. Цель, которая, да, у вас есть некая стратегия, как вы можете достигнуть этой цели. И если у вас, во-первых, мы можем помочь, к примеру, если вы не знаете, как сформулировать вашу маркетинговую цель, да, или вы не знаете, как ее коммуницировать теперь. У вас есть проблема, допустим, увеличение количества учащихся в возрасте от 20 до 30 лет, допустим. Слишком много молодежи, нету больше. К примеру, я говорю. И вы приходите к нам уже говорить, у нас вот такая проблема, и мы должны ее решить. И мы потом люди, которых со стороны, потому что в чем плюс и минус внутренней команды? Внутренняя команда маркетинга всегда нужна. Что лучше? С точки зрения коммуникации, да. Минус в том, что люди начинают быть зашоренными. Они в одной индустрии, которая работает, они уже не видят, что происходит вокруг. То есть они узко внедрены, не знают все детали. Да, это плюс. Это плюс. Плюс то, что вы знаете хорошо бизнес, а минус то, что вы... Замыленные глаза. Да, уже этим замынут. И поэтому, что отличает наше агентство от других, это то, что мы углубляемся в бизнес-клиент. К примеру, я хочу сказать, если мы даже будем когда-нибудь работать, мы первые 2-3 недели потратим, чтобы понять, как работает ваш бизнес. Ознакомиться. Да, хорошо понять. Вы говорили, что быть человек – идея. Да, кстати. Откуда у вас вот эта вот энергия? Вы говорили, что у вас прям пейшинг есть какой-то определенный заряжать, мотивировать окружающих. Есть такое, кстати. Не знаю. Честно сказать, откуда. Ну, такой, наверное, вырос. Это и должно быть все равно по-любому. Ну, и это, конечно, можно тренить. Постоянно смотреть, что происходит в мире, читать, естественно. К сожалению, кроме книг еще они изобрели другой вид развития, которое действительно заседает очень глубоко в долгосрочной памяти, потому что вы смотрите там YouTube, блоги, всякие подкасты, это все классно, это хорошо для развития, но, к сожалению, это быстро выветриваетесь из головы. Через какое-то время ты даже не помнишь, что ты смотрел, потому что информации настолько много. А что эффективнее? Что эффективнее? Книги, пока книги, вот, кроме книг ничего не изобрели. Что посоветуете почитать? В каком области? Ну, допустим, в сфере маркетинга. О, в маркетинге много книг, которые я советовал, на самом деле. Это и маркетинги «Воины», это и «Decoded», есть такая книга на английском. А кто? «Phil Baden». «Phil Baden Decoded» написал. «Взлом маркетинга» на русском. Есть еще Дэниел Каннеман «Думай, медленно, решай быстро». Это хорошая книга про поведение человека, психологию. Ну, можно Котлера, как… Котлер основа маркетинга, это такая книга, которая… А сколько старые эти книги? Они не устарели? Вот эти новые, последние, кроме Котлера. Котлер динавзавр, это который, по сути, первый человек, который книгу про маркетинги написал, но он постоянно ее обновляет. И если вы пойдете учиться маркетингу по-любому, academic book, это читается, text book, и вы будете по ней как бы все равно учиться, если вы пойдете в университет, куда маркетингу. По поводу выгорания. Я знаю, такой часто задаваемый вопрос, скорее всего, как вы с ним справляетесь. Как вы с ним справляетесь? Мне кажется, это нормальный процесс. Вот многие психологи тоже говорят, что человек не может постоянно находиться на какой-то эйфории, в кайфе, вот это на пике. Все равно придет какой-то спад. Это так циклично, да? То есть ты радостный, счастливый, несчастливый потом. И в этот момент… Зачем это, оказывается, происходит? В этот момент мы просто осознаем какие-то приоритеты по жизни, какие-то цели ставим в себя. То есть получается, если мы постоянно будем happy-happy такие, то мы не сможем осознать и какие-то поворотные моменты в жизни не сможем сделать. Но это не надо путать с вот этим выгоранием, которое сейчас молодежь очень модно стала. Через 2-3 месяца работы в компании приходят и говорят, я что-то не расту, а я выгорел, я полгода сегодня. И мы думаем, что как? Ты 6 месяцев, тебе 20 лет, ты 6 месяцев проработал, как ты можешь выгореть. Но, опять же… Это не обесценивание? Чувств человека, эмоции, которые он проживает. Да, на самом деле, мы как более старшее поколение, мы можем сказать, что ты дурак что-то выгорел, 6 месяцев прошло, мы 3 года работали. Но, на самом деле, почему это происходит, и опять же, психологи об этом кричат, это все из-за социальных сетей. Во всем виноват телефон. Да. Наши родители правы. Нет, на самом деле, что происходит, человек сидит в соцсетях, он видит успехи других людей. Ему кажется, ему 20 лет всего лишь, его друзья, он не знает, эти друзья ему подарили эту машину, или что там, я не знаю, просто повезло, или просто фейково. Фейково, нет, он не знает всех других, и на него идет давление. Он видит, что там веселятся, там зарабатывают, там ездят, как будто бы, мнимо, и ему кажется, а у каждого человека свой путь. Конечно, есть люди, которые сами заработали, сами добились, но не надо сравнивать себя с другими людьми, и это вредит психологии. Понимаю, что мы так устроены, как люди, по-любому мы сравниваем себя, но социальные сети, они эскалируют этот момент. Ты каждый день видишь, и молодежь, молодой мозг, он очень воспринимательным к таким вещам, и он начинает нервничать, стрессовать, ему кажется, что он... А чем я хуже? Да, чем я хуже, он начинает, приходит потом и говорит, я не могу работать, я выгорел, уходит в другое место, а эта вещь не уходит, ты не избежал этого момента. Ну, и опять же, потом мы работаем в такой индустрии, маркетинг, рекламе, я говорю, здесь люди сами по себе должны быть замотивированы. Камон, ты работаешь в такой индустрии, которая интересна, не на заводе сидишь, там, на станке пашешь, или там, еще где-нибудь там. Ты уже, ты уже должен быть незамотивированный человек, we don't want to waste the time. Человек должен быть сам замотивирован, а мы должны его просто вдохновить. Ну, сложно так и найти. А вы как вообще к себе на работу принимаете? Мы, ну, если есть какая-то вакансия, мы ее объявляем, люди приходят. Вообще, насколько в Узбекистане FCE, это крупная компания, про структуру вы не могли бы перестрелять? Ну, у нас в агентстве, у нас два агентства, одно креативное, другое более трейдовое, трейд-маркетинг. И в креативном агентстве у нас работает человек 20, а в трейдовом 25. Вот так. И вот получается даже сотни человек, нет? 45, если взять в общем, да, ну, в принципе, это многое считается. Какие у вас клиенты? Кто ваш клиент? Наш клиент, это Unilever, Enkel, Coca-Cola, это международный, Филипп Моррис, наш клиент, из локальных у нас, много локальных клиентов, банки, Агробанк, Экопен наш клиент, Ширин колбаса наш клиент, потом Асакабанк наш клиент, Аноурбанк мы работали. Какие рекламные компании мы могли видеть в городе? Может быть, мы видели их, но не знаем, что это конкретно и в Сибири? Ну, сейчас то, что идет, могу сказать, вот Ширин сейчас крутится, я знаю, колбаса. Крутится? Потом Агробанк однозначно идет сейчас. Кто в футбол смотрит, мальчики, может быть, чемпионат мира по футболу, там у нас сейчас идет новый ролик Агробанка, потом, вот сложно сейчас помнить. Вы конкретно в команде занимаете руководящую позицию или вы все-таки, вы говорили, что вы больше креативщик? Да, ну я и управленец тоже, в любом случае, надо управлять этим агентством. Как у вас вообще устраивается? Допустим, к вам обращается клиент с такой просьбой. С чего вы начинаете? Со знакомства? С брифа. Клиент приходит с брифа, если он не может написать бриф, мы помогаем ему написать бриф. То есть заполняется бриф, это техническое задание, чего же я хочу вообще от этой компании вообще. Не от нас, от компании рекламной, или коммуникационной, или маркетинговой. И зачастую проблема в том, что люди приходят, думая, что реклама – это панацея, коммуникация – это панацея, она поможет решить твои проблемы. А маркетингом нужно заниматься еще до того, как ты запустил продукт какой-то. Большинство у нас приходят, людей говорят, мы запустили вот этот продукт, прорекламируйте. А это уже поздно. А, сначала реклама, потом... Нет, сначала маркетинг, всегда. Маркетинг, не реклама, это нужно запомнить, потому что многие путают, всегда говорят, особенно в Зуэкстане, когда говоришь маркетинг, все думают, это что, реклама, что ли? Реклама. Нет. Что это тогда? Маркетинг – это, по сути, дисциплина, которая вбирает все процессы, задействованные в бизнес. Это начиная от разработки продукта, ценообразования, стратегии, как вы выглядите, какое позиционирование будет. Как вы будете, вот допустим... Кстати, я вас пример привожу уже. У вас есть ваша школа, International, в чем фишка? Это локация. То есть локация является фишкой этого учебного заведения, и как вы это преподнесли, сама по себе сделала вас differ. Уникальность. Да, некая какая-то, не прям уникальность, а разница. То есть, когда мы смотрим на другие учебные центры и на ваши, у вас сразу топовые локации и прозрачность. Открытые стекла, видно, что происходит внутри. Это и есть как бы разница, которую сделала International. И я вижу, что пытаются сейчас повторить другие конкуренты. Я не знаю, это было сделано интуитивно. Мы были первыми. Нет. Иногда бывает, что ты делаешь такое-то исследование, понимаешь какие-то фишки. А иногда собственник бизнеса может на интуиции это сделать тоже. И это сыграет? Да, конечно. Многие бизнесмены сделали на интуиции что-то там и сработало. А что у вас было на интуиции? Часто вообще? Нет, на интуиции постоянно работает, да. Особенно, когда ты создаешь какой-то креатив. Есть момент, когда нужно подключить интуицию, потому что ты уже рационально не можешь. А не боитесь рисковать? У вас вообще были такие провальные кейсы? Вот он, комикс. О, что за комикс? Это наш комикс, кстати, который мы выпустили в 2019 году. В Узбекистане у нас? Да, в Узбекистане. Первый комикс, который выпущен в Узбекистане. Не зашел? Нет, он мог бы зайти, но мы не смогли правильно десубъектировать его. На единую Узбекистану? Yes. Давайте покажем вот так вот. Кстати, мы подарим за лучший вопрос, если кто-то будет говорить, классный вопрос задаст, мы подарим комикс. Получается, только первый выпуск, дальше вы нет. И все, точно. Смотрите, в чем была проблема? А тираж какой был? Тираж 10 тысяч. В минус ушли? Да, нормальный минус, хорошие деньги потратили. Проблема была в том, что мы переоценили наши силы. К примеру, потому что пока не попробуешь, не поймешь. Мы набрали команду художников и пытались нарисовать этот комикс полтора года. Еще и столько времени потрачено. Да, столько времени, денег потрачено. И мы поняли, что если мы дальше сейчас будем пушить и продавать это, второй выпуск, чтобы сделать, у нас нет просто ресурсов людских. У нас в Узбекистане, к сожалению, оказывается, нет художников, которые могут быстро, быстро рисовать комикс. Комикс, оказывается, сам по себе, это искусство, которому учатся. Это отдельная дисциплина в рисовании. Это не так, что любой художник может нарисовать комикс. Факультетов у нас, по-моему, нету конкретно по комиксу. А есть вообще такие? Существуют? Нет. Существуют? То есть у нас нету, но... Мы еще не заняты, ребята. Все в комедии, чем можно. В Америке есть, во Франции есть. Поэтому, казалось бы, ребята хорошие художники, иллюстраторы, им нравится тема комикса, но когда дело касается, что нужно делать это и выдавать, мы поставили там KPI какие-то, они не справляются просто. Вы и сюжет от них требовали? Нет, сюжет у нас есть, идея была моя, также сценарий расписал такой парень, как Виктор Ершов, сценарии расписаны, по сути. Сценарии легче расписать, нежели это все воплотить. Потому что здесь есть типа колорист, человек, который... Отдельно кто рисует, есть художник, отдельно есть колорист, и отдельно есть line art, человек, который делает вот эти линии черные такие. Получается, сколько человек было задействовано? У нас здесь пятеро было. Пять человек, полтора года, десять тысяч экземпляров, и все. И все. Да, пустую. Чему вас это научило? Кстати, да, нужно всегда делать MVP. Но в данном случае, потому что, чтобы сделать MVP, нужно было еще нарисовать на комикс. MVP, когда делаешь, это делаешь... Это что? Minimum Valuable Product. То есть маленький, нужно было... Три листа комикса, четыре листа делаешь, и по времени смотришь, как ребята справляются, и ты потом понимаешь проблему, какие... И уже на этом этапе ты потеряешь не такие большие деньги, ты сразу поймешь, эту болванку, да, сделал? Мг. Небольшую. И ты можешь потом сказать, типа, да, это не работает так. А вы вначале так не сделали? Нет, мы такие, ву-ху, давайте. На энтузиазм. Но вы планируете еще комиксы так запускать? Нет, пока нет, точно. Все. История закрыта. Спасибо, хорошо. Понятно. А что-то еще новое хотите попробовать? Я всегда хочу. Вот эта проблема в том, что я всегда хочу что-то новое пробовать. Это всегда у меня крутится, и задача это всегда остановить себя, потому что человек, если будет сфокусирован на какой-то одной вещи, результата больше будет, нежели он будет там-сям, там, прыгать. Распыляться. Да, 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 потому что все равно еще в Азбекистане по-любому самому надо делать. Допустим, если ты хочешь какую-то идею, круто воплотить, знайте, что вы должны сами это сделать. То есть нельзя придумать какую-то идею, сказать, вот, Малика, теперь вот вам идеи, вот вам деньги сделайте, она все равно запорит. Спасибо. Нужно самому быть вовлечен, а вовлеченность самого, это значит время, на это тратить, а время, это опять же ресурс, и все. То есть вы больше любите индивидуальную работу, чем в команде? Нет, нет, конечно, только в команде работаю. Я говорю, что новый проект, чтобы воплотить, просто я работаю с командой на своем коммуникационном бизнесе сейчас. Если я сделаю новую идею, я должен свое время туда тоже выделить и там тоже участвовать, потому что я знаю, что все равно они не смогут воплотить так, как я думаю, потому что, по сути, потому что человек, который придумывает идею, он ее видит по-другому, и людей мало у нас, талантов очень мало, которые могут что-то сделать. Поэтому... Откуда берутся таланты? Когда я говорю таланты, это означает, что люди, которые в конкретной сфере, вот, допустим, здесь художники, этих художников, которых комикс рисуют, просто нет. И ты или импортируй их, или что делай, я не знаю, но их нет. Может, придет время, они сами научатся, кто-то будет там болеть этим и обучиться, да? Но сейчас ситуация такая, что этого нету. Все. И что ты можешь делать? Или воспитывать этих талантов, это время. Это прям десятилетие? Да. Или же пока заморозить проект до лучших времен. А откуда вообще взялась эта идея с комиксами? Так, я вообще с детства люблю комиксы, я сам тоже рисовал комиксы. А-а-а. И в школе. И такая мечта была воплотить это. А художникам, почему они решили стать? Родители не это. А, не разрешили? Родители против. У вас вообще, вот по поводу вашей семьи, давайте подкроем эту тему. Вы, по-моему, говорили, что у вас дедушка, он отдельный из основателей группы. А, отец. Да. Яла группы. А как, откуда, что? Ну, вот он... Так, ну, это все есть в интернете, по сути. Он с Фарухом дружили они с детства вместе. И когда в театральном институте, а он учился в театральном, решили открыть группу Ялу, вот они собрались и открыли это. И он с двух, нет, семидесятых, В десять лет он там был. Одиннадцать лет. Получается, вы пол, все были творчеством. Да, по сути, мы были в творческой семье. Я недавно опубликовал у себя в инстаграме тоже, это креативный человек, который, взрослый креативный человек, это человек, который выжил. В том смысле, что детей постоянно подавляет их творчество. Подавляет, 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 подавляет. Система, семья, потому что творческим людям на самом деле сложно зарабатывать. И это, в принципе, родители тоже правят, что творческие люди мало зарабатывают, по сути. И они пытаются сделать так, чтобы они были более безопасны. Они же хотят лучшее будущее достать. Материально. Да, с точки зрения материальности. То есть, конечно, есть творческие люди, которые зарабатывают много денег, суперзвезды какие-то, но на каждую звезду приходится тысячи лузеров, да? Лузеров. Все-таки... Ну, как бы лузеров с точки зрения, что они не реализовались, если мы смотрим, если смотреть вот эти критерии, что добился успех, а не добился успех. It's not ok to be loser. Поэтому каждый должен найти... Я вообще такой человек, если ты играешь в футбол, ты должен понимать, что ты можешь стать Роналду или Месси. или не несусь я тогда. Не надо быть посредственным футболистом. То есть, нужно идти в сферу, где ты точно знаешь, что ты можешь там порвать. Когда вы шли учиться на экономиста, но после этого пошли все-таки в маркетинг, вы знали, что вы добьетесь там успеха? Да. Я всегда чувствовал, что это мое. То есть, интуиция снова? Да, конечно. Ну, сомнения были. Это нормально. Опять же, для молодежи тоже окей, сомневаться. Сомневаться тоже часть человеческого организма. Он должен сомневаться. И человек, который сомневается, отчасти может взвесить какие-то риски. И все равно, даже если есть страх, нужно этот страх преодолеть. У нас сейчас, как вы говорите, активно развивается сфера маркетинга. И какие-то курсы появляются, открываются целые школы, академии. Может, вы собираетесь? У нас уже есть. Уже есть. Да. Про-маркетолог на узбекском. Узбек, да. Курс по маркетингу. Это единственный, по-моему, именно... А, нет, есть еще. И как раз мы его хотим перевести. Онлайн курс? Нет, он сейчас оффлайн. И он дорогой. Мы хотим перевести его Дорогой, это на сколько? Ну, нормально. Цифры не наживаете? Нет, можно. Одиннадцать миллионов стоит курс, и он длится месяц. И после этого, очевидно, какие должны быть у человека? У человека точно понимают, что такое маркетинг, как работает маркетинг, и у него есть конкретный инструментарий. Но так как оффлайн, все равно, я подвязан под оффлайн очень сильно, мы запускаем онлайн, который будет намного доступен с точки зрения денег и времени, человек может любое время учиться. Месяц, да, получается? Онлайн будет уже любое, ну, типа, учись, когда хочешь, все. А, на пожизненный доступ? Да, мы дадим доступ, не пожизненный, но мы его потом закроем после какого-то периода, если он не проучился, за эти два месяца мы его закроем. Но там будет поддержка менторов, там будет, опять же, один оффлайн урок, мы хотим все-таки оставить, но в основном это фишка на том, что это будет онлайн и это будет доступно. Саламу алейкум, меня зовут Самандар, и хотел спросить у вас, вы были на семинаре у Джордана Белфорта, и вам помогло ли вам презентация его? Можете рассказать? Коротко. На самом деле, я очень скептически пришел на эту конференцию, думал, Джордан Белфорд, ну, как бы, человек очень взрослый уже, и много того, что он уже сказал, по сути, мы читали, или уже кто-то говорил это. Но меня поразило следующее. Ему 59 лет, и он 6 часов без конца презентовал. Энергично, не просто сидел, как я, ходил там, в эмоциях. И плюс, мне повезло, что мы с ним потом отдельно были на закрытый, уроки, и на самом деле, техника, которую он говорит, она есть, но немногие ее используют. И если ее правильно воплощать, то она может дать свои плоды. Мне понравилось. Я потом пошел, наш колл-центр тоже объяснял, как надо так сработать. Субтитры создавал. Продолжение следует... 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 — Хочу вам что-то с литературой сказать, но я… — Художку. — Да, художку хочу, но, блин, я сейчас в бизнес-книгах погрязнулся, получается, в художке, что же есть в художке. — Ну вот, может, здесь еще одна цель в 2023 году у вас — В художественной литературе больше стать, да-да-да. Я сейчас это читаю, кстати, «Завтраку Тиффани». — О, классно, классно. — Да, неплохо. — Кино не очень. — Я кино не смотрел. — Кино не понравилось. — Дополовину дочитал сейчас, а потом… — Ну, нет, на самом деле много книг, чем-то. — На английском читаете, кстати? — «Завтраку Тиффани» — нет, на русском. Я ее слушаю, кстати. — О, аудио. — Потом… — Так. — Блин, много чего прочесть. — Том пять книг. Я думаю, вы уже пять точно перечислили. — Окей, ладно. — Мы их запишем обязательно. — Можно ли нам иногда лгать? — Да, мы каждый день лжем. — Это вы в работе имеете? — Нет, вообще, по жизни люди лгут. — Хорошо. — Есть ли объективность или все субъективно? — Мне кажется, объективности нет таковой. Все субъективно в итоге. — Хорошо. И давайте завершим последняя песня в вашем плейлисте. — Можешь посмотреть, да? — Давайте. Можешь включить? — Надеюсь, там не будет трэш какой-нибудь. А, нет, нормально. Фенпись ломаю. — World Wide Steppers написано. — Такая мотивация. — Да. — Спасибо большое, что пришли к нам, что поговорили. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча. — Я могу про английский говорить, кстати, рассказать историю. Я, потому что намного старше здесь находясь сейчас. И когда мне был шестой класс, я учил в шестом классе, и я понял, что нужно изучать английский язык. В то время не было вообще учебных центров. И у меня было просто такое ощущение, что нужно выучить английский язык, иначе я буду лузером. И я понял, что у меня друг ходит к репетитору. И я сказал, можно я к твоему репетитору тоже пойду? Он говорит, идем. И мы пошли вот здесь на гангу, к ней домой. Она завела Аксия домой и проверила мой уровень английского. Он был никакой. В шестом классе она говорит, ты вообще, я не могу с тобой заниматься. Тебе с нуля надо учить. А у меня график реально забит. Она говорит, я не могу тебя принять. И, короче, я думаю, блин, что делать? И она говорит, кстати, твой же дядя Алишер же? Я говорю, да. Передай ему привет, он с моим мужем работал вместе. Я говорю, хорошо. На следующей неделе я прихожу с дядей. Типа, чтобы уже… Да, чтоб наверняка. Она говорит, блин, мерзавец, блин. И она включила меня. И потом вот так недели два дня я занимался английским. И потом вот здесь было раньше, еще точнее сети не было. Там была библиотека Эксесс английская. Ну, сейчас флекс программ называется. И там у нее была своя библиотека. И там начал пропадать изучать английский язык. Все-таки она вас взяла, несмотря на… Она взяла. Под давлением. Под давлением заставил ее взять. Потому что… Хотя у меня родители не говорили, что надо учить английский. Я сам понимал, что надо в то время учить английский. Уже тогда. Это сколько? Шестой класс? Какой год, например? Мне 40 лет. Это 93-й, 4-й. Уже тогда. Преподаваясь в Вести и не знать английский. А, ну, электром Вести. Да, да. Ну, то есть я понял, что английский нужен. А сейчас это must. Это как бы… Ну, ты знаешь английский, ну, окей. Никто тебя… Не знаешь, позор. Не знаешь… Ну, да. То есть мне помогло это в работе. Потому что я работал в международной компании. И я узнал хорошо английский. Потому что, когда я учился, кстати, в экономической университете, я взял академический год отпуск и уехал в Лондон. И там тоже натаскивался. Я именно языковые курсы взял. Там тоже пытался там лучше изучить язык. Круто. Здорово. И хорошо, что вы учите английский. Вам по-любому нужно. Но теперь дальше надо двигаться. Спасибо огромное. Всем спасибо, что пришли. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.